Вот наш огород-сад. Взошла у нас руккола, зелёный салат и ждём огурцы. А здесь сегодня у нас какой октября? 20 октября посадили помидоры. Балконное чудо. Не знаем, что из этого получится, но посадили. Эта вся у нас зелень вытянулась, потому что не хватает ей света. И мы поставили под нашу лампу. Но она у нас прикручена далеко. Сейчас у меня вот, благо, есть мой помощник, ассистент. Открутите, пожалуйста. Откручивает. И мы её... Давай, держи, держи. Мы её сейчас опустим ниже, чтобы свет был больше зелени. Она у нас пойдёт в ширину, а не в длину. Так, ниже теперь прикручивай её. На нижнюю. Да, да. Не, не, не. Прикручивай сначала одну, а потом... Исходит материал. Ну, сейчас я помогу тебе, давай. Так, и вот такая у нас композиция получилась. Ждём урожай. А на другом подоконнике у нас перец острый. Даёт свои плоды и новые цветы. Мы уже рвали перчик. Вот этот острый. И вот он ещё один завязывается. И мне интересно, какого он будет цвета. Я зелёным рвала. А теперь вот раз, два, три. Ну, четвёртый мы сорвали, наверное. Уже не помню, сколько мы рвали. Вот он сорвали. А, нет, это новый ещё. Вот он новый завязывается, по-моему. Или нет, или сорвали. Нет, сорвали, наверное. Короче, у меня теперь в октябре и всю зиму будет острый перчик с подоконника. Так, а здесь у меня комнатные заброшенные цветы. Надо их будет хорошо полить. Ну, и орхидея расцвела. Но её надо будет пересаживать. Купила новый грунт. А вот эта орхидея у меня отпустила второй. Как бы, ну, отросток. Я так понимаю, её можно размножить будет. Посмотрим. Пусть пока здесь отдыхает. Ну, вот это красота. Надо поубирать, линейте, мусора. Перенесли ящик. Под ним здесь куча всего. Ну, красота. Огород круглый год. Сегодня суббота. Я впервые не еду в Воронеж за долгое. Да, несколько месяцев. Наверное, у меня не было такого выходного. Я решила порадовать своих домашних рогаликами. Рецепт очень простой. Масло или маргарин, сметана или кефир и мука. Всё. Ни сахара, ничего не добавляется. С повидлом буду делать. Замесила тесто. Оно минут 20 отдохнуло у меня. И сейчас вымешиваю. Скалки нет. Взяла вот такую пачку пищевой плёнки. Да, ей раскатываю. Не могу найти, куда делаю. У меня была большая скалка. Надо купить себе маленькую силиконовую скалочку такую. Ну, делаю редко, потому что я не ем сейчас такие вещи. Но иногда семью надо побаловать. Так что сейчас буду делать рогалики. Забыла снять вам, потому что уже осталось очень мало. Вот такие рогалики получились. Чуть-чуть вытекало, повидло, но не подгорело. Прямо то, что нужно. Это сын лепил, видно сразу. Вот видите, где я там более-менее еще форму держат. Ну, для домашней выпечки хорошие, вкусные, мягкие. По краям такие хрустящие. Эконом вариант. Быстро, классно. И хотя бы знаешь точно из чего это сделано. Конечно, не супер полезно. Но домашние такие у меня, вот я же говорю, была полная чашка. Сын с мужем уже потаскали такое. Я тоже попробовала, вкусные, нормальные кренгельки такие. Рогалики. Что опять творится? Сын ушел на каникулы. Я решила, что стол ему пока не нужен. И я здесь опять организовала себе огород. Вот эти петуньи. Я недели две-три назад черенки сорвала возле дома. Прям уже совсем еле выбрала зелененькие. Они укоренились. Так что, если все благополучно, они у меня должны быть первыми. Соответственно, и потом их можно будет уже опять же черенковать, укоренять. И будет полно петуней. Здесь у меня посажен горький перец. Здесь помидор «Балконное чудо». Не знаю, вот посадила не очень давно. И здесь тоже «Балконное чудо». Помидор. Вот жду с нетерпением. Здесь сегодня откопала огурцы. Два или три семечка кидали. Проросло семечко. Жду всхода. Здесь у меня салат. Ну, видите, он у меня стоял на подоконнике и подтянулся. Так, вот здесь у нас, значит, помидоры, салат, укроп и рукола. Здесь туйки занесла с балкона. Они у меня укоренились. Так, здесь у меня горький перец. Но он очень пересыхает. Что-то нет особой надежды на его всхожесть. Здесь тоже помидоры. Сейчас покажу, что у меня творится на балконе. У меня здесь настоящая теплица. Боже, это просто чудо-чудное, диво-дивное. Папа отрезал мне канистру. Он себе тоже такое сделал. И наломали веточки туй. Вот такие дуги он мне сделал. И у меня здесь все как в настоящей теплице. Пока не заношу домой, сильных морозов нет. И тут как бы, ну, закрытое такое рамы. То открываем, то закрываем. В принципе, под теплицей должно там все нормально быть. Здесь у меня грунт перемешанный с хвойным опадом. Ну, вот эти иголки, все, что под соснами там в лесу. Набрали, перемешали. Веточки в корневин. А туй очень дорогие. И вот я хочу себе на участке завести туй. Думаю, что вот они у меня до весны тут должны окрепнуть. И потом можно их будет высадить. Значит, все это я делаю. Закрываю, закрываю. Вот. И оставляю. Так что, пусть они укореняются. И несколько штук я сделала другим способом. Думаю, вдруг эти, ну, знаете, там сгниют, замерзнут. Все что угодно может быть. Домой пока не хочу заносить. Я хоть и землю обработала, там попрыскала всяких жучков, паучков. Но попробую таким способом и другим. И сделала то же самое. Перемешала грунт обычный садовый с хвойным опадом. И тоже вот эти веточки. Это сморакт туи в корневин. И вставила сюда. Вот не знаю, что из этого выйдет, конечно. Но все равно. Мне нравятся вот эти всякие экспериментировать. Приживется, не приживется. Очень интересно. А сюда я посадила семена туи. Они выглядят как маленькие-маленькие шишечки. Тот же самый грунт кислый. Они кислые любят. И накрыла вот такой штукой с проветриванием. И это семена. Здесь достаточно солнечная сторона. Пока досветку не буду делать. Здесь комнатные. Поэтому попробую семян туи вырастить. И вот это у меня лилия. Но она стояла у меня на кухонном столе. Ей ни света, ничего не хватало. Решила здесь ее попробовать сделать. И орхидеи. Вот это я пока ничего не меняла. Грунт пока цветет. Тогда поменяю. Сейчас не буду. Вот этой орхидеи тут остался корень и старый листик. Вот пересадила. Не знаю тоже. Выживет, не выживет. Но по идее должна. Здесь корневая нормальная. А эту я хотела разделить. И в итоге остались одни листья. Но я тоже корневином макнула ее. И вот не знаю, что выживет, не выживет моя орхидея. Но грунт специально для орхидеи. В общем, экспериментальный подоконник у меня здесь. Ну и, соответственно, мои красавцы перчики. Сейчас терплю, не срываю их. И хочу дождаться, какого же он будет цвета. Желтого или красного. Потому что у меня были семена, по-моему, только желтых и красных перцев. И вот жду, что он или покраснеет, или пожелтеет. Ну, в общем, прям класс. Я от вот этого просто в восторге.